Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, там за кадром у нас сидит Женя. Привет! Сегодня у нас 25 июня, 11 выпуск новостей. Поехали! В отделениях Почты России начнут продавать продукции вкусвила. Ну что сказать, почта уже не та, и это очень круто. Во-первых, отправлять и получать посылки Почты России сейчас одно удовольствие. В отделениях чисто, можно заранее записаться, а не стоять в очереди. Все никто не хамит, и даже картой можно оплачивать. И даже посылки не теряются. Ну, на самом деле теряются, но не так часто, как раньше. На самом деле посылки теряются везде, и даже у дорогих курьерских служб доставки это такие сдержки производства, увы. Ну так вот, теперь на почте можно будет купить еще и соки, батончики и вафли от вкусвила. Это очень круто, я считаю. Что прям вот вообще везде, во всех отделениях? Ну пока нет, пока это эксперимент, и в нем будет участвовать около 30 отделений почты, а дальше будет видно. Понятие фермерской продукции могут закрепить в ближайшее время. Зачем это делается? Во-первых, для того, чтобы не вводить в заблуждение нас, как покупателей. А во-вторых, и это очень важно для поддержания самих фермеров. Потому что сейчас делать надпись «фермерская продукция» на упаковке может кто угодно, и даже очень крупное предприятие, которое фермерами не являются уже лет 20. И государство у нас в России всячески поддерживает фермерские хозяйства, для них постоянно разрабатываются льготные кредиты, налоговые каникулы, всякие гранты, очень-очень-очень много мер поддержки. И вот сейчас хотят ввести такую маркировку на законодательном уровне. Использовать ее смогут только микро- и малые сельхозпредприятия. А это какие? Если мне память не изменяет, на микро-предприятиях может быть до 15 работников, а на малых до 100. На поле с посевами была замечена чупакабра. В Боливии фермеры обнаружили на поле чупакабру. А это в Южной Америке? Да, именно. И там сильно развит мистицизм, магия и все такое. У них есть поверие, что чупакабра ночью нападает на животных, ворует скот и всячески мешает фермерам жить. Удобно, да? Стерил соседу курицу и такой, это не я, это я вчера чупакабру видела, это все она. Ну так вот, у них дрон летал над полями, делал снимки, и потом на этих снимках люди увидели какую-то черную точку и такие, это чупакабра. Все, мы ее заметили. В России цены на кофе до конца года могут вырасти на 15%. Ну, не слишком приятная новость для кофеманов. Но это не только наша российская проблема. Цены на зеленый кофе, то есть на необжаренный кофе, сейчас растут во всем мире. А у нас в стране его не выращивают, и поэтому вполне логично, что мы в этом вопросе зависим от мировой динамики. Пришло время выращивать кофе. Мороженое Mars Bounty и Twix в форме батончиков исчезнет с российских прилавков. Это связано с тем, что из России ушли некоторые производители упаковки и морозильного оборудования, и пока компания не нашла им замену. Как найдет, вернется. Ничего страшного. И это касается только мороженого в батончиках, потому что мороженое Mars Bounty и Twix, которое в ведерках, в контейнерах продается, оно никуда не ушло. Оно остается в холодильниках. У меня еще есть интересные цифры. В прошлом году в России предвели 468 тысяч тонн мороженого, а в этом году будет на 2-3% больше. С ума сойти. Я вот, насколько знаю, 7,5 тысяч тонн весит девятиэтажка. Это значит, здесь примерно 60 копейками девятиэтажек. Прям поселок городского типа целый. Российские ученые создали средства от опьянения. Наши ученые изобрели БАД. Эта биологически активная добавка не является лекарством. И она якобы будет препятствовать опьянению, ну и еще облегчать синдром Пахмита. Ведь ее можно будет и до, и после, и даже во время. Что интересно, продаваться оно будет в интернете, в барах и в ресторанах. Вообще нормально. То есть ты пришел в бар выпить и пьешь там средства от опьянения, чтобы еще больше выпить. Да, логично. Отличная бизнес-модель. Осталось придумать средства, которые вызывают голод. И продавать его в ресторанах. Да, и продавать его в ресторанах. Получается, ты приходишь и постоянно пьешь и ешь. В Вологодской области планируется запустить производство жиростойкой бумаги. Это вообще классная новость. И я такие новости просто обожаю. Потому что у нас в стране так много хороших современных производств. И хочется о них говорить больше, показывать чаще, чтобы люди о них знали. Ну да, а то некоторые думают, что у нас разруха и каменный век. Да, такие есть. И они просто создали себе такую картинку и в них живут. Но к реальности она никакого отношения не имеет. И вот в Вологодской области уже на базе имеющегося производства будут строить современную бумагоделательную машину и производить на ней жиростойкую бумагу. Такая бумага очень востребована в кулинарии, в пищевой промышленности и в ресторанном бизнесе. И это, кстати, классный пример импортозамещений. И поел, и выпил. В ресторане на плотинке начали продавать окрошку на игристом вине. Снова мой любимый креативный Екатеринбург, которым я ни разу не была, но очень хочу. Пока люди ведут вековые сезонные споры, какая окрошка лучше на классе, на эфире, шеф-повар ресторана Лоза Эмон, надеюсь, я правильно прочитала, взял и залил окрошку игристым вином. Просто шахмат. А еще вместо мяса в окрошку положил креветки, вместо картошки авокадо и вместо яиц манго. Какая красота вообще. Это получается новогодняя окрошка. Ну какая-то, да, примерно, да, пожалуй. И залил майонезом. Хотели бы вы попробовать такую окрошку необычную? Напишите в комментариях. На двух улицах Ижевска снова заработали круглосуточные молокоматы. В Ижевске на улицах есть автоматы с молоком, представляете? Они круглосуточные и самообслуживание. То есть он пришел в любое время, день и ночь, налил там молоко и попил. Просто красота. Вообще, я тоже такой автомат хочу у нас в городе. Да и дома. Кстати, да. Удобно. А почему они вообще закрывались, что случилось? Да, они закрывались, чтобы настроить систему оплаты. Раньше купить молоко можно было только по карте. А так как эти автоматы рассчитаны в основном на пенсионеров, пенсионеры часто гоняют с наличкой, компания в эти автоматы внесла возможность оплаты живыми деньгами. А для этого нужно было на какое-то время приостановить работу. Я представил, как пенсионеры гоняют с наличкой. Такие, еще наличку держат. Знаешь, у меня бабушка держала наличку в пакете из-под молока как раз. Она мыла эти пакеты. Я думаю, что среди наших подписчиков, по-любому у кого-то тоже так бабушка делала, вымывала пакеты. Я помню, они у нас веселья. На веревке сохли. Да, сохли на веревке. Потом она их использовала, а еще так аккуратно их складывала. Ну, она такая подошлась из пакета из-под молока, достала денег, оплатила. Да, да, да. А если карту без контактной оплаты в пакет из-под молока положить, пакет молока прислонила? Да. Фиг. И все другие бабки такие... Тут уже надо пакет от сметаны, потому что карта маленькая. Сеть «Вкусно» и «Точка» объявила о повышении цен в своих кафе с 26 июня. Спокойно. Бургеров это не коснется. Дело в том, что в этой сети есть кафе, в которых продают себе тортики, кофе, и там сладости разные. Вы наверняка видели эту зону, она обычно находится чуть в стороне от основной кассы. Есть сам ресторан, в котором продают привычный нам фастфуд. И в данный момент «Вкусная точка» объявила о повышении цен именно в кафе. Например, чизкейк будет стоить 185 рублей, раньше был 175, а круассан 109, раньше был 99. То есть цена изменится на 10 рублей примерно. Цены на напитки пока останутся прежними. Считавшийся пропавшим без вести мужчина нашелся живым и поедающим манты. Это произошло в Индии. Мужчина отрез 1 января, ушел из дома и не вернулся. Жена, естественно, начала переживать, забила тревогу, и его признали пропавшим без вести. Вот случайно мужчина нашел его Шурин на рынке в Дели. Он увидел нищего в лохмотьях, над ним жалился, ну как Шурин говорит, пока надо собраться. Жалился над ним, решил его покормить и узнал в нем пропавшего родственника. Что самое интересное, что семья именно вот этого Шурина подозревала в похищении вот этого мужчины. История очень мутная. Но это индийский блокбастер. Да, да, да. И теперь суд будет разбираться, что же там случилось на самом деле и кто виноват. Потому что якобы мужчина ничего не помнит. Но главное, что все живы-здоровы и все хорошо. А поедал он как раз манты? А он ему купил манты, мумо, такие индийские. Ну, здесь манты должны обидеться, потому что они хоть якобы и родственники, но манты сильно лучше. Мы с тобой ели мумошки, но манты же правда круче. Ну, наверное, да. Да, пожалуй. Это все новости на сегодня. Желаем вам хорошего воскресенья, хорошей следующей рабочей недели и увидимся. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok